Доброе утро. Это уже похоже на день сурка. Я опять на Чернышевской. У меня встреча. Сейчас пока была в метро, захожу в метро на ветеранов и вбегает девушка садится рядом со мной. Я ее узнала. Я не буду говорить имя. Девушка с Гуа. Мы там с ней очень часто встречались. Она мелькала даже в моих видео. Оказалось, она тоже в Питере сейчас. Она попросила. Я говорю, можно достану камеру? Она говорит, нет, не доставайте. Проехали вместе несколько остановок. Она уже, главное, приехала на ветеранов, чтобы выйти. Но увидела меня. Говорит, я еду. Я же знаю, что вы на ветеранов заходите в метро. И я постоянно думаю, мы должны с ней встретиться. Поэтому, говорит, я на ветеранов очень внимательно смотрю. Вот. Вдруг я вас увижу. И сегодня, говорит, я увидела. Мы так счастливы были встретиться. Обменялись телефонами. Может быть, говорит, куда-нибудь сходим погуляем, если будет свободное время. И у вас, и у меня. Вот. Так что, в общем, тебе еще раз привет. Я очень была рада тебя увидеть. Ну, и сегодня у меня еще одна встреча с одной женщиной. Она была на встрече с подписчиками. Очень хотела купить один браслетик у Саши. Не помню, почему она его тогда не купила. Но она сказала, вы отложите, я уже у Ирины выкуплю. Вот. И у нас сегодня не получалось тоже встретиться. Обменялись телефонами. Ну, такой хороший день. Правда, с утра дождь, что я вышла с зонтиком. А сейчас и дождик прошел. И оказывается, она живет в этих краях. А я обещала же Саши все-таки добраться до визового центра. Поэтому мы договорились, что встретимся прямо в визовом центре. Как всегда, иду по улице Маяковского, чтобы поделиться с братьями нашими меньшими и сестрами. Вот. Немножечко дать им семечек. Ребята. Сколько от них перьев-то? Перьев-то сколько? Счастья-то сколько привалило. Так. Самое, конечно, неожиданное, это то, что мне Саши с утра позвонил. Ой, вернее, скинул фотографию. А сейчас не отвечает ни на мои смски, ни на звонки. Хотя это было затеяно, как... Вот это моя поездка. Чтобы я просто дошла до визового центра и дала тем, кто там работает, трубку, дала поговорить им с Саши. И вот сейчас вот он не отвечает. Я даже не знаю, зачем я вообще туда иду. Очень странно. Он говорил, что он поедет в Бангалор. Он проверяется постоянно в госпитале раз в две недели. Но говорил, что поедет в седьмого в Бангалор. Глаз свой проверяет. Они смотрят тенденцию, что там. Я утром встретила на остановке свою учительницу по истории, когда я еще школьницей была. Вот. Ну, поболтали. Она мне сказала, что сегодня обещали 25 градусов. А я не поверила. Ой, как мне нравится. Вот они путешествуют прямо до самой-самой старости. Там такие 80, даже 90 лет есть люди. Но это иностранцы. Хорошо сохранились. Не знаю, сохранимся ли мы до пенсии, которая будет в таком же чудесном виде, как они. Вот. Сказала, что будет 25 градусов. Я не поверила. Я уезжала. У нас дождь шел. Я вообще выехала в резиновых сапогах. Потому что, думаю, мне главное комфорт. А мне в них удобно, в этих резиновых сапогах. Вот. Как по грибы в город. Ну, ничего. Вообще здесь никто ни на кого внимания не обращает, сказать честно. Только на себя. И правильно делают. Мне вот все равно, кто во что одет. У меня сестра, когда нервничает, говорит. Ой, никто не будет смеяться, что я одела сапожки. Это, значит, китайская группа. Потому что все такой большой толпой идут в китайский ресторан. Махао. Весь автобус привезли. Молодцы. Они поддерживают. Наверняка хозяин китаец. Поддерживают своего человека. Туристы. Вот. О, кресло из дворца. В этом доме жил Иосиф Бродский. С 55 по 72. 17 лет. Кругом такой нежный антиквариат красивый. Ну все. Я так рада. Так все хорошо прошло. У нас же по новым правилам визы, что нужно перекрывать. Хотя Саша так мне и не ответил. Но я пошла уже туда в визовый центр. Говорю, извините, потерял человек ваш телефон. Мне нужно просто ваш телефон. О, Надя. Вот, вот мы с Надей собирались встретиться. Здравствуйте. 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 Как хорошо встретились. Вот сейчас я вам отдам ваш браслетик. Это я знаю. Как у вас дела-то. Да, все хорошо. Я взяла телефон. И этот товарищ в визовом центре очень любезный. И он сказал, что он позвонит мне через два дня. И сам будет все узнавать. Так, это вот ваш браслетик. Ну, откройте, откройте. Посмотрите. А это вам гранатовые такие легенькие бусики в подарочек за долгое ожидание. Я сегодня как бы, чтобы гармонировать с этим браслетиком, тоже одела лунный камень здесь, лунный камень здесь и лунный камень здесь. Вот. Это Надежда была у нас на встрече со зрителями. Вот. Вы тут живете, да? Я живу там, вот, Лизочка, на Чайковского, где мозаичный дворик. Да что вы. Где вы были, я вот оттуда у вас умею. Может, покажется мне опять этот дворик, нет? Или вы куда-то убегаете? А вы знаете что? Пойдемте, я вчера внезла в интернет, посмотрела замечательности Литейного проспекта. И вот немножко подальше, минут пять спать был, у нас какой-то очень интересный дворик на Литейном, 46. Давайте. А вы мне еще хотели рассказать про эти дома, что здесь вот все рушит. Здесь было раньше военное общежитие. Вот смотрите. Это дом, действительно, дом Мурузин. Вот это вот, это же ведь старый дом, наверное, да? Нет, это новый, совершенно новый дом. Да, военное общежитие. Где военное, его все снесли и стали строить вот этот новый... Центр, как бизнес-центр, бизнес-центр, там разные. Да, бизнес-центр, да. Разные. Вот, а вот там дом Мурузин. А Мурузин это кто? А это был, типа, поэтов, это литературал-келовек, кто-то в этом роде, поэтому там... Вот где жил Пастернак, да? И Блок там жил, да? Да. И вы сказали, что он начал рушиться даже, да? Да, 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 да. Да, там, значит, все просилили, но кольцо, видимо, осталось. Первые этажи магазинов тоже остались. Ага. Вот, ну и как будто бы сейчас в таком положении его как бы и не заселяют, и в то же время он как бы, видимо, устоялся или еще что-то. Может быть, именно при строительстве, когда забивали сваи, видимо, начал давать трещину. Но так как еще это памятник архитектуры, соответственно, его нельзя было сносить, его оставили. Ага. И вы говорили, мне казалось, что во всех этих прекрасных, как тортики, домах живут и прекрасные люди, потомки Пастернака, Блока. А вы говорите, тут, оказывается, и общежитий очень много, да? Общежитий было, да. Да, да, было военное общежитие. Вот такое очень большое. Ты говоришь, что сейчас тут живут гастарбайтеры, да, очень много, какие-то дома сданы прямо вот под трех это... Да, это на Чернышевском. Кирочной, вы говорили? На Кирочной, да, на Кирочной, значит, как раз вот неделю, прямо вот, наверное, соседнее здание от метро. Вот, там живут гастарбайтеры. Трехэтажные кровати. Да, трехэтажные кровати, настилы, и они там сидят. Слушайте, хорошая карма жить в центре Питера, пусть даже и в таких условиях, но это же здорово, красиво. Сейчас зайдем, Ира, как вы относитесь к покушать? Ну, покушаем, да, покушаем. Давайте зайдем в Корчму. Ага. Это украинская. Корчма там очень интересная. Хорошо. Сейчас посмотрите? Давайте. Я думаю, что вам там поправится. Отлично. С этим двориком, туда, значит, вход закрыт, жители никого туда как бы не пускают, но, как я прочитала, что там, возможно, такая лазейка. Или подождать, кто-то будет выходить, или будут заезжать машины, и можно будет, соответственно, туда зайти. Вот. Очень интересный дворик, но он запущенный. Ага. Ну, действительно, другого из-за примечательности Литейного проспекта считается именно этот дворик. Надо же. Вот. А на той стороне музей Анна Акматова. Были там, нет? Нет, в самом музее, по-моему, не была. Я тоже ни разу там не была. Хотя же долго уже довольно-таки, но ни разу не была. Тоже, говорят, очень интересный музей. Но это вот действительно кто-то любит поэзию, любит там мальчик. Смотрите, какой дом. Атланты. Опять же, настоящие атланты поддерживают четыре колонны прямоугольных. И четыре таких... По-моему, они девушки, нет? Да, девушки. Девушки, да. Ну, держат, господи. Несчастные женщины тащат на своих плечах балкон. Поддерживают дом. Да, как и все остальное, да. Даже в те времена не завидно была куча с красавицей. Здесь с 1895 по 1905 жил русский певец Николай Николаевич Фигнер. Так, кто еще? А, ну посмотрите, вот это что же за дома-то такие? Главное, голову поднимать. В этом доме с конца августа 1858 до июня 1859 жил великий русский революционный демократ Николай Добролюбов. И вот мы еще что проскочили-то. Само это... Николай Алексеевич Некрасов жил 20 лет в этом доме и скончался 27 декабря 1877 года. Вы посмотрите. Некрасово. А, еще... И квартира Некрасова. Вот прямо здесь? Да. По-моему, нас в школе возили сюда. Мы когда кого-то проходили, вот хорошо учиться при большом мегаполисе, у нас сажали в автобус, собирали экскурсию и везли по местам Достоевского, Пушкина, Некрасова. Кого проходили, тот сразу прямо представал для нас в лицах. Так что надо не опускать голову, а смотреть и повыше. Вот видите, еще, еще... Только сегодня читала про Пирогова. Здесь жил Николай Иванович Пирогов. Так, что мы приехали. Сезон лисичек.